Прежде всего, кто-нибудь в зале, кто-то, например, медсестра, которая работает только два года, есть у нас такие присутствующие, только два года после медучилища, а кто работает уже пять лет, пять лет? А кто уже работает медсестрой дольше, чем 15 лет? Поднимите руки. Очень много опытных медсестер находится присутствует в этом зале. Почему я спрашиваю, задаю этот вопрос, поскольку, если вы оглянетесь назад, в самом начале своей карьеры, я вспоминаю, как я боялась, я вела машину, съехала на работе за рулем и говорила, господи, сделай так, чтобы я никого на своей работе не убила. Я иногда хочу попросить вас, чтобы вы оглянулись назад, к самому началу своей карьеры, когда вы нервничали, несколько боялись, и вспомнить это, когда вы работаете с молодыми медсестрами. Я хочу сказать следующее. Прежде всего, важность целей, профессиональных целей, достижения профессиональных целей. Я каждый год записываю в своем календаре, бумажный календарь такой, мои цели. И очень часто я смотрю на эти цели для того, чтобы понять, а какие шаги мне предпринять, чтобы достичь этих целей. Второй вопрос. Когда вы занимаетесь или работаете в качестве онкологической сестры, как вы приобретаете новые компетенции, новые навыки для того, чтобы продвинуться по своей служебной лестнице? И третий момент. Сколько из вас могут быть наставниками других медсестер и выполнять лидирующие позиции в своем отделении? Первый момент, который необходимо понимать, это самооценка. Подумайте о себе. Где я сейчас нахожусь и где я хочу быть? Хочу ли я стать старшей сестрой, например, или главной сестрой? Есть ли у меня такие побуждения, скажем так, такое намерение быть наставником других медсестер? Смогу ли я, например, стать руководителем сообщества онкологических сестер России? Если вы подумаете об этом, вы сможете подумать еще и об одном моменте. А какие маленькие шаги нужно предпринять, чтобы достичь того, чего вы хотите? Следующее. Необходимо подумать и понимать, какие у нас имеются навыки, и как мы можем эти навыки передать другим медсестрам, и как улучшить наши навыки. Также, пожалуйста, подумайте вообще о своей личности. Кто я сама по себе? Вы можете посмотреть на себя как бы со стороны, оценить себя. Какие у вас положительные черты, какие положительные навыки вы имеете? Это веб-сайт, который очень может помочь вам, может помочь вам усовершенствовать или развить свои лидерские навыки, понять, что вы делаете хорошо, чего вы достигли и что еще можно достичь. Давайте поговорим немножечко о ваших личных целях. В течение последующих двух дней, например, я хочу, чтобы вы поставили перед собой какие-то основные, например, три основных цели. Необходимо понять, что эти цели должны быть специфичные, и они должны быть измеряемые, а не просто какое-то заоблачное желание. Но, например, через три года я хочу стать старшей сестрой моего отделения и усовершенствовать свои навыки работы онкологической сестрой. И необходимо обязательно с этими целями сопоставить временной интервал. Когда у вас вы цели себе написали, необходимо поделиться этими целями с другими. Исследование, которое было сделано, в исследовании было сделано выводы, а что помогает действительно людям достичь целей. Это прежде всего, например, если цели написаны, записаны где-то на бумаге, если этими целями вы поделились с другими людьми, например, с коллегами. И всегда нужно проводить повторную оценку, действительно ли я иду правильно по проторенной дороге к своим целям, или я отклоняюсь куда-то. А это 10 основных небольших подсказок для тех людей, которые хотят стать великими лидерами. Один из моментов, который мне нравится, прежде всего, подумайте о себе как о лидере. Вы не можете делать все самостоятельно. Иногда вам нужно передать какие-то обязанности другим людям. И можете ли вы это делать? Действительно, это не так просто. Иногда нам нужно изменить наш стиль. Я очень прямой человек, может быть, и моим коллегам не нравится моя прямота. Может быть, мне необходимо изменить стиль своего поведения, общения с коллегами. Иногда нам нужно работать как добровольцы. Иногда нужно посмотреть, помочь нашим коллегам, например, помочь коллегам продвинуться по служебной лестнице, скажем так. Необходимо делиться информацией с другими, заниматься наставничеством в рамках своего отделения. И нам нужно, конечно, прежде всего, правильно управлять своим временем. Поскольку мы очень заняты целый день, у нас много работы, много обязанностей. Иногда нам просто нет времени подумать о том, как правильно распределить это время. Необходимо разработать определенную стратегию. Как нам предпринять определенные шаги, маленькие шаги, чтобы достичь своей цели. Это так называемое выставление определенных вех на своем пути к достижению цели. Какие вот эти небольшие вехи вы можете поставить, которых можно измерить, и с помощью которых вы сможете достичь своих целей. Существует очень много инструментов для развития медсестры, онкологической сестры. Существуют определенные рекомендации, которые помогут вам определить, сформализировать ваши шаги. Существуют определенные элементы образования, как в классной комнате, например. Что нужно, что должна знать сестра в отделении онкологии? Какие курсы химиотерапии существуют? Какие побочные эффекты? Необходимо посещать лекции, которые читают другие медсестры. Необходимо проводить так называемые симуляционные занятия. Например, когда вы сталкиваетесь с какими-то ситуациями при проведении пациенту химиотерапии. Не надо симуляционных занятий именно сейчас, которые проводятся у нас. Мы уже необычно используем различные реанимационные мероприятия. Например, легочные, сердечно-сосудистые реанимационные мероприятия. Сейчас мы оказали базисную сердечно-легочную реанимацию. Проводятся симуляционные занятия с сестрами. По поводу химиотерапии, пока никаких курсов не было организовано. Но мы на пути этого. Программа написана, и доктора-химиотерапевты готовы нам в этом помочь. Например, два года назад был произведен новый препарат, рецидумап. И наш центр получил такой препарат. Мы о нем вообще ничего не знали. И наши доктора из отделения подготовили слайды. Мы запросили информацию от наших международных коллегов. И мы организовали такой небольшой семинар по данному препарату. Если у нас появляется новый препарат, который необходимо применять, будет в нашей практике, в нашем отделении, то мы организуем такие семинары. Необходимо об этом подумать. Вы правы. Мы организуем различные мероприятия. Мы называем им так называемые исследования. Например, мы говорили сегодня о экстравазации. Мы симулируем такую проигрывающую ситуацию с экстравазацией. Что происходит с пациентом? Что необходимо делать медсестре? Мы проигрываем эту ситуацию. Как будто бы реальная ситуация произошла. И затем, если это случится, мы четко отрабатываем, проигрываем. Какие же шаги предпринять? Еще один момент – это общение с другими медсестрами, с медсестрами других отделений. Когда, например, мы идем в отделение, которое занимается пересадкой костного мозга, в другие отделения. И я знаю, что в Соединенных Штатах мы заботимся о том, чтобы наши новые, вновь поступившие сестры, они работали на нескольких отделениях, на разных отделениях. Например, на радиологическом отделении, отделении по пересадке костного мозга, для того, чтобы в течение некоторого времени, для того, чтобы медсестры набирались опыта. Это так называемая происходит ротация медсестер по различным отделениям. Я могу представить вам очень быстрый пример. В самом начале моей карьеры я работала в стационаре, и я была медсестрой в отделении. И я занималась работой с пациентами, опрашивала пациентов. Иногда я просто отчаивалась. Почему делается это вот так, а не этак, и как мне улучшить ситуацию? Но затем я перешла работать на амбулаторную службу, и я поняла, почему, например, медсестры в стационаре делали то, что они делали, и что меня разочаровывало тогда, на том этапе. И когда я просто поняла тогда, что происходит на амбулаторном звене, и что происходит в стационаре, как медсестры работают. Это очень важный ресурс, это часть книги, которая доступна. Это разработка определенных компетенций и приобретение компетенций при работе в стационаре. Какие же определенные знания, специфические знания, которые должны быть у медицинской сестры? Это так называемая сертификация медсестер. Эта информация вся доступна в онлайн, на английском, к сожалению. Существуют определенные зоны, на которые нужно посмотреть. Например, если молодая сестра приходит в онкологию, иногда медсестры должны работать. Работают, прежде чем они приходят в онкологию, они работают в другой сфере. Что нужно сделать? Нужно приобрести определенные знания. Нужно приобрести эти знания от тех людей, которые уже работают в онкологии. И необходимо беседовать с людьми, принимать на себя ту экспертизу, те экспертные знания, те навыки, которые есть у медсестера, у людей, с которыми они уже работают. Мы можем говорить о необходимой терапии, об ургентной терапии. И, может быть, например, нужно привлечь и психолога, когда мы говорим о эмоциональных факторах, о том, как работать с пациентами. Это вот этот список, который может использоваться вами, как такой проводник. Итак, я еще немножко поговорю о том, что успешные люди никогда не достигают своих целей одни. То есть, когда я говорю, что вы все лидеры, я хочу, чтобы все подумали о том, как мы можем вести других. Возможно, это те сестры, которые новички в онкологии. Возможно, это медсестры, которые проходят достаточно сложный период с пациентом. Например, ее пациент умер. И вы можете быть поддержкой, вы можете быть лидером для такого человека. Я хочу, чтобы вы просто подумали об этом. Вот это вот введение, это может быть формальным и неформальным. В Соединенных Штатах мы очень формальные менторы. То есть, мы объединяем в пары очень опытную и неопытную медсестру, чтобы неопытная чувствовала себя комфортно в руках коллеги. То есть, это роль такого ведущего, поддержка, это знания. То есть, у каждого есть те знания, которыми мы можем поделиться. То есть, не нужно их держать только для себя, нужно делиться знаниями. В формальной программе мы на самом деле прямо оцениваем результаты. То есть, я смотрю назад, 25 лет назад, я была новичком в онкологии. Я до сих пор помню, какой у меня был мой ведущий, моя ведущая, мой ментор, онкологическая сестра. Потому что она научила меня очень многому, но еще она меня и поддерживала. Она меня гладила по плечу, она мне говорила, ты можешь это сделать, я знаю, что ты можешь это сделать. И мы, как сестры, должны этим делиться друг с другом. Мне нравится очень эта цитата, что лидер — это тот, кто видит больше, чем другие видят, кто видит дальше, чем видят другие, и кто видит до того, как увидят другие. Я хочу, чтобы каждый из вас подумал об этом. Какие изменения могут произвестись в вашем отделении? Что вы можете сделать, чтобы стать лучше? И что именно вы можете сделать, как медсестра-лидер, чтобы сделать лучше? Это может быть какой-то протокол. Это может быть просто внести набор для экстравазации. Это может быть работа с коллегами, которые не настолько опытны, как вы. Очень много способов, какими мы можем быть лидерами, как медсестры. Я надеюсь, что каждый из вас выйдет отсюда с тремя целями, которые вы сможете достичь, которые вы поставите и сможете достичь, как онкологическая медсестра. Прежде чем мы приступим к вопросам, если вы хотите получить сертификат от ОНС по имейлу, то вот она инструкция. Вам нужно послать имейл на адрес global.ons.org. Вам нужно написать свое имя и фамилию, написать «Санкт-Петербург». Я покажу вам, как это выглядит. У вас же будет эта информация, правда ведь? Да, она будет доступна. Конечно, она будет доступна вам. Просто пошлите имейл, который выглядит вот так вот. То есть вы пишете «Санкт-Петербург», там, где должна быть тема, и ОНС вам вышлет свой сертификат посещения. Итак, спасибо большое. Вопросы, ответы? Пару минут у нас осталось для этого. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я с Республики Горелия, онкодиспансер, химиотерапевтическая медсестра. Меня интересует такой вопрос. Вот вы говорите, что у вас доступная ротация, то есть медсестры с отделения на отделение. У нас такого не может быть, потому что у нас медсестра, не имеющая сертификаты, не допускается в хирургическое отделение, например, работать. С медсестра, не имеющей педиатрической педиатрией, не допустится работать даже на подработку. Как у вас осуществляется это? Да, спасибо, хороший вопрос. И то, как мы это делаем, это медсестры, они там не работают, они не обеспечивают какие-то услуги. Это наблюдение. Это не запрещено. То есть это как если бы мы пошли в центр и посмотрели, как идет. Возможно, просто медсестра проведет пару часов, чтобы посмотреть, как работает другое отделение. Это не прямо вот прямо обеспечение каких-то услуг, это просто наблюдение. Например, когда я работала координатором по раку молочной железы, я должна была работать с каждым пациентом на отделении, чтобы убедиться, что она понимает, через что ей надо пройти, какое ей нужно образование, что с ней произойдет после операции, как она должна заботиться о ране, то есть все вот это вот. И пока я это выполняла, шесть месяцев, я думаю, я поняла, что я никогда не видела мастектомию до этого. И поэтому я смогла пойти на хирургическое отделение и просто посмотреть. Я ничего там не делала, я просто там стояла, и я смогла просто посмотреть, что именно, через что именно проходит пациент. То же самое с радиотерапией. Если вы не видели, что именно происходит и как пациент получает эту терапию, вы не получаете необходимой информации, чтобы заботиться о пациенте. То есть идея в том, чтобы просто смотреть и учиться, не обеспечивать какую-то помощь. Это помогло? Еще какие-то вопросы? Мисс Петрова, отделение амбулаторной химиотерапии. У меня вот такой вопрос, наверное, ко всем нашим гостям сегодняшним из-за рубежа. Вот как много молодежи, может быть, вы знаете, делает в свой выбор пользу выборов от профессии медсестры в ваших странах? Спасибо. Насколько я поняла, вопрос. Многие медсестры хотят идти в онкологию, правильно? Престижная профессия, Лариса? Вопрос. Престижно ли? Прекрасный вопрос. Я на самом деле хочу, чтобы мои европейские коллеги тоже так сказали. В США, да, это престижно быть онкологической медсестрой. Я понимаю, что это не то же самое в каждой стране. Я вам дам просто пример. Я проводила лекции в Израиле. И у меня был вопрос от другого участника. Сколько вы можете пробыть онкологической медсестрой? Я спросила, что вы имеете в виду? Нам разрешают работать онкологическими сестрой два года, а потом после этого они должны куда-то еще перейти, потому что это очень тяжело. Я подумала, это очень интересно. Это было 8 лет назад. Не уверена, что это до сих пор так же. Я уже больше 25 лет работаю онкологическими медсестрами. Мне это очень нравится. И я думаю, это может быть карьера, которая вознаграждает вас опытом. И в качестве престижа, да. Особенно в США это очень престижно. И отчасти из-за формализации, которая у нас есть среди онкологических медсестер. Очень много конгрессов. У нас ежегодный конгресс. У нас 4-5 тысяч медсестер. Они собираются, они учатся друг от друга. У нас есть сертификаты, квалификационные программы. И это все ведет к профессионализму именно в качестве онкологической сестры. И это очень формализировано в США. И отвечая на ваш вопрос, да. Одна из вещей, которые мы делаем, мы посещаем специальные школы для медсестер. И мы находим медсестер для того, чтобы работать у нас. И если это студенты, медсестры, они не должны платить за то, чтобы стать частью нашей ассоциации. И молодые сестры, которые еще не знают, где они хотят практиковаться. Мы их введем к нам. Мы с ними знакомимся. И многие из них идут к нам, чтобы стать онкомедсестрами, потому что мы очень тепло их встречаем. И мы обеспечиваем бесплатное образование. Отличная тема. Могу ли я ответить быстренько? Я думаю, что в Соединенном Королевстве, я бы сказала, онкологическая медсестра – это одна из самых структурированных карьерных лестниц. То есть вы сначала специалист, потом вы старшая сестра, консультант, профессор. Это вот то, как я продвинулся по своей карьерной лестнице. Я думаю, что это очень престижно, потому что пациенты очень ценят, когда медсестра квалифицирована. Я думаю, что то, где вы работаете, я путешествовал по миру, работал в разных местах. Пациенты всегда одни и те же. Нужды онкопациента одни и те же. Я думаю, что они реально ценят совет сестры. Я думаю, система не всегда это понимает. То есть то, что я говорил про зарплату, про карьерную структуру. Но я думаю, что вы должны очень гордиться тем, что вы онкологические сестры. Ситуация в Бельгии. Сестринство – это не так популярно, это не так престижно, работать медсестрой. Это очень необходимо, это хорошие профессионалы, то, что должны видеть общество. Мы не просто медицинские работники. То есть здесь у нас целая комната профессионалов. Это то, что мы должны показать обществу. И это то, что мы должны сказать, то, что должен Европейский парламент услышать. Они должны видеть нас как профессионалов, как других профессионалов. Например, в Бельгии, если мы говорим про зарплату, моя роль как… То есть мой голос не так услышит. То есть я не работаю посменно, я работаю 7-7. В Бельгии, у вас на больнице радиологическое отделение. Хотелось бы более конкретно узнать о функциональных обязанностях, ну, допустим, поставок медсестер и нагрузки. И какие льготы в онкологии у вас есть с сестром? Я не уверена, что есть разница. Это радиологическое отделение или химиотерапевтическое? Ну, у нас с применением химиотерапии, поэтому… Существуют ли разные роли в медицинских отделениях или они делают одну и ту же работу по всему отделению? И вопрос, мы делим наших сестер внутри отделения. Некоторые из них работают только с химиотерапией, некоторые работают с пациентами, лекарства, обеспечения. Есть ли какая-то разница? И есть ли какая-то финансовая поддержка? Или же они уходят на пенсию раньше? В зависимости от того, где работает медсестра, в клинике ли она работает, онкологическая медсестра работает столько же, сколько сама клиника. Также можно вызывать их, если клиника закрыта, в зависимости от клиники. В случае стационара онкологические сестра работают 12-часовые 7-7-8-8. Смены передаются от сестры к сестре с отчетами. Медсестры получают всякие льготы в зависимости от того, сколько они работают. Что касается онкологической специфики, большинство госпиталей имеют специальную поддержку. Мы посещаем конференции, вот как это. К тому же наше профессиональное сообщество обеспечивает много грантов для того, чтобы посещать разные ежегодные конференции, а также финансовую поддержку для того, чтобы сестры производили исследования. На самом деле это очень поддерживающий механизм для того, чтобы мы продолжали свою образовательную деятельность, исследовательскую деятельность. Я знаю, здесь вот, вот, да-да-да, вы ждали очень долго. Вот мы сейчас сюда подойдем, и потом вот эта вот леди справа. Окей, она к вам приходит. Милар, город Ростов-на-Дону. Главная медицинская сестра, онкодиспансера Ростовской области. У меня такой вопрос. Я не знаю, смогут ли перевести профессиональная сгораемость. Скажите, пожалуйста, у вас в штате есть психолог? Это конкретно не только к пациентам, но и конкретно к моим сотрудникам, потому что проработав 35 лет. То есть ты понимаешь, что в штате это надо. Каждый раз я выхожу с этими проблемами, которые существуют, и в принципе уже на полставки у нас разрешено. То есть каждая медсестра, если это ей необходимо, она посещает психолога. Это прекрасный вопрос. Спасибо большое, что вы его подняли. Да, одна из больших зон для нашего внимания в онкологии – это профессиональное выгорание. как мы о себе заботимся, чтобы мы могли продолжать хорошо заботиться о наших пациентах. И очень много внимания уделяем этому в США. Если вы посмотрите на литературу, мы видим, что разные люди делают, чтобы вот это выгорание остановить. Я вам дам несколько примеров. Да, один из них, и вы его упомянули, это психолог как поддержка. И один из вещей, которые мы делаем в нашей клинике, когда пациенты, когда пациент умирает, психолог приходит к медсестрам. Мы сидим, мы говорим о пациенте. Мы говорим о том, как произошла эта смерть. Плохо, хорошо он умер. Как мы об этом чувствуем. Мы делимся памятью об этом пациенте. И психолог нам помогает через это пройти. Это один из примеров. Еще один пример. У нас много празднований. Например, если у пациента день рождения, мы празднуем. Мы празднуем вместе с нашими коллегами. Иногда мы куда-то выходим, что-то делаем. Мы идем в боулинг, мы ужинаем все вместе. Мы делаем вместе что-то веселое. Я еще спрошу у своих коллег, какие они примеры дадут. Нам нужно обязательно о себе заботиться, как медсестер. Это не очень легкая работа. У нас очень много, мы стараемся вознаграждать себя. Но, к сожалению, это очень требовательная профессия, эмоционально, физически. И нам нужно обязательно о себе заботиться. Да, я бы еще сказал, о чем мы ранее говорили, о мультидисциплинарной работе. Я думаю, иногда медсестра на себя столько берет, столько ответственности за то, что чувствует пациент, что чувствует его семья. И если мы разделяем это как команда, если это мультидисциплинарная философия на отделении, психолог, врач, социальный работник, медсестра, физиотерапевт, патолог. Если у вас хорошая команда, хороший карманный дух, проще переживать плохие времена. Я также думаю, что Сюзи, она правильно сказала о продолжительности карьеры. То есть, если мы говорим о старшей сестре, то есть, после четырех лет, как старшая сестра, я увидела, как пациент входит, и я подумала, я больше не могу этого делать. Это был пациент 18 лет, молодой, с раком яичек, и я сказал, я хочу что-то другое для себя. Я перешел в обучение. То есть, нужно понимать, когда нужно двигаться дальше. Если у вас есть выбор, то есть, если выбора нет, да, вам нужно как-то решать вопрос с выгоранием. Но если вы лидер, вам нужно обязательно двигаться, вам надо найти человека, который заботится о вашем штате. То есть, это часть решения. Поздравляем, что вы об этом думаете, что вы это делаете. Много исследований проводилось в отношении того, в каком окружении работают медсестры. Помогает ли окружение медсестрам оставаться в профессии, или вызывает отторжение, скажем так. Стрессоустойчивость – это то, что необходимо исследовать. Но, например, кто-нибудь мигрант, например, и живет в течение двух лет в лагере беженцев. И как этот человек себя чувствует? Как этому человеку продолжать успешную жизнь? Это непонятно. Мы знаем, что существуют определенные факторы в нашем окружении, которые оказывают на нас влияние, и мы оказываем влияние на них. Например, как к нам относятся доктора, с уважением или нет. Когда я беседовала с медицинским директором Института онкологии именно Петрова, я узнала, как он помогает медсестрам в продвижении по карьерной лестнице, в построении своей карьеры. И также беседовала с другими медсестрами и с другими административными работами. И, конечно, вот такое рабочее окружение может использоваться как инструмент для измерения той среды, в которой вы работаете. Спасибо большое. Я хочу немножко добавить в отношении окружающей среды и, в частности, в отношении вопроса безопасности. Обычно, когда вы работаете, вам необходимо поговорить, беседовать с кем-то. И вот это вот чувство, которое иногда возникает, я просто не могу больше этого делать, не могу больше работать в этом окружении. То необходимо, конечно, поговорить со своими коллегами. Необходимо, чтобы был такой человек в вашем окружении, в рабочем окружении, с которым вы могли бы об этом поговорить доверительно. Это может быть, например, разговор наедине. Это может быть беседа о том, что происходило, что произошло. Может быть, хорошая ситуация или какая-то неприятная ситуация. Нужно оценить, на каком уровне находится коммуникация. Нужно общаться, быть членом команды. Это очень важно, чтобы человек на работе мог с кем-то, имел возможность с кем-то переговорить о том, что произошло, или о каких-то проблемах, которые возникают. Это в данном случае вы улучшаете свою трессоустойчивость. Спасибо. 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 Высокодозная химиотерапия при трансплантации костного мозга, конечно, это не амбулаторные, не поликлинические пациенты. Максимум две медицинской сестры приходится все отделение, это 50 коек. Ирина Валерьевна, мы же говорим не о высокодозной химиотерапии, правильно? Ну, возьмем отделение… Галина Игоревна, вы здесь? Галина Игоревна. Sorry, Галина Игоревна. Could you please come here? Пожалуйста, давайте прокомментируем Галина Игоревна. Сколько медицинская сестра может обслужить пациентов? Мы сейчас говорили о отделении высокодозной химиотерапии. Насколько я знаю, 10 человек и две медсестры. Можете взять микрофон, прокомментировать? Потому что небольшая путаница, это совершенно разные вещи. Если мы говорим о банальном отделении химиотерапии или это высокодозная химиотерапия с трансплантацией, это колоссальная разница. Здравствуйте. В блоке интенсивной терапии, в трансплантации костного мозга это 10 пациентов лежит. На обычном отделении это около 40, на медсестру, где проводится также высокодозная химиотерапия. Но имеется в виду же не БИМ, имеется в виду ТХАП? Нет, БИМ и ТХАПы проводятся также и на обычном отделении. БИМы в обычном отделении у нас в институте тоже? Да, да. Sorry. Очень сложно, конечно, сравнить совершенно разные ответственности, обязанности медсестер. Конечно, это все зависит от функциональных обязанностей. Например, в Швейцарии 7-10 пациентов находятся, так сказать, под пересмотром одной медсестры в Великобритании. У нас новый закон вышел. В парламенте этот закон прошел слушание. И это было по поддержке компании, организованной медсестрами из-за вот этой проблемы повышенной нагрузки. В некотором стационаре количество медсестер уменьшается и количество пациентов увеличивается. В химиотерапии, в высокодозной химиотерапии отделения все зависит от того, насколько болен пациент, сколько внимания этому пациенту нужно. Если отделение неадекватно укомплектовано, возникают проблемы, поэтому нам нужно предоставлять статистические данные, нам нужно предоставлять отчетность, если у нас неукомплектованное отделение, потому что нам все равно нужно оказывать помощь пациентов. И все зависит от остроты состояния пациента. И зарплата медсестер зависит от этого. Если медсестра опытная со стажем, она может взять под свою опеку, скажем так, большее количество пациентов и ей платят за это больше. Все это сказывается на зарплате медсестры. В Бельгии, например, в Бельгии что происходит? Ситуация сложная, мы тоже не можем сравнивать. У нас есть университетские стационары, частные клиники. И в частных стационарах одна сестра на 8-10 пациентов при обычной онкологической терапии. А если высокодозная терапия или две медсестры на 8 пациентов, если, например, одна на четырех, если, например, мы говорим о отделении пересадки костного мозга также. Но в среднем это одна сестра на 6 пациентов. Это, например, в отделении гематологии, онкогематологии. Намного меньше. Но также я думаю, что очень важно упомянуть, Галина и Ирина, может быть, поддержат меня в этом вопросе. Иногда зависимость оплаты зависит также от того, принимает ли участие медсестра в международных клинических исследованиях. Это, может быть, также и такие навыки, как владение английским языком и другим. Участие в клинических исследованиях – это другая часть заработной платы, так скажем. Если она есть, то есть зачастую медицинская сестра принимает непосредственно участие, но официально в протокол не включена. Правильно? Да. И никаких, соответственно, денег она не видит за протокол. А то, что она работает в отделении, никакого послабления о том, что у нее тут протокол сидит, и ей нужно бросить пациентов, нет. То есть она должна успеть. Здравствуйте. Город Тюмень, онкологический центр, медицинский город. Татьяна. У нас большая работа проводится в плане профилактики с населением по онкологическим заболеваниям. Расскажите, пожалуйста, как происходит это в вашей стране, как вы работаете с населением. Очень хороший вопрос. Я начну и моим коллегам. Очень много происходит в Соединенных Штатах в отношении профилактики и предотвращения возникновения рака. Мы переместили сейчас наш акцент прежде всего на превентивную работу, профилактическую работу, а не конкретно лечение поздних стадий рака. У нас проводится регулярно маммография. И также мы переводим такие мобильные установки для проведения маммографии в те места, где работают люди. Например, в бизнес-центр. Мы пытаемся сделать, упростить вот такое скринирование для пациентов. И это все бесплатно. Дополнение к этому, наша система здравоохранения... Мы платим много на здравоохранение, но вот бесплатно все осуществляется, например, на уровне скринирования. В частности, проведение маммографии это бесплатно для того, чтобы раньше поставить диагноз. И мы видим сейчас, ощущаем то, что происходит, ощущаем результаты, потому что мы прекрасно понимаем и экономическую нагрузку. Что касается профилактики рака, это, прежде всего, скринирование и наблюдение. Это два больших момента. Мы знаем, что многие типы раков генетически обоснованы, обусловлены и возникают в определенном возрасте. Идея заключается в следующем. Если, например, есть какие-то генетические предрасположенности, например, если рак груди возникает в семье в возрасте 50-60 лет, то необходимо проводить скринирование членов семьи, например, в возрасте уже 40 лет. А мы и раннее возникновение рака в семье, например, с семейным анализом. Нам необходимо, например, в 50 лет возникло у одного члена семьи, нам нужно начинать скринирование профилактической целью минус 10 лет. В 50 лет, ну, практически очень часто, чуть ли не каждому человеку проводят колоноскопии, мамограмма в возрасте 50 лет. У нас имеются национальные рекомендации, мы очень активно работаем на уровне осведомленности населения, образования населения. И это достаточно эффективно, намного больше эффективно, чем просто сидеть и выжидать. Прежде всего, это наблюдение и скринирование. Я бы хотел поделиться, как пример, проектом, который сейчас. Это вакцинация против вируса папиллома человека, также вакцинация против рака шейки матки, рака головы и шеи. Если мы можем вакцинировать людей против этих случаев заболеваний, то мы можем в 95% случаев предотвратить развитие этого рака. Австралия пытается искоренить вирус папиллома человека и рак шейки матки в течение последующих 10 лет. Эта вакцина разработана, и эта вакцинация делается до начала сексуальной жизни. Эта вакцина должна быть проведена, должна быть вакцинация. Это и существуют моральные, религиозные и этические дебаты в отношении данной тенденции, нужно ли вакцинировать молодых людей или нет. Мы начали проект, мы проводим интервью, опрашиваем молодых людей, хотят ли быть вакцинированными или нет. Мы взаим вопросы политикам, ученым, родителям. Это пример того, как профилактика, научная обоснованная профилактика, остановит рак. Но нам нужно сделать шаг вперед для того, чтобы инициировать эту программу вакцинации. В Бельгии у нас полностью оплачивается вакцинация мальчиковой дедочки в возрасте 12 лет против вот этих двух заболеваний, папиллома человека вируса и рака шейки матки. Мы также проводим еще для того, чтобы провести профилактику рака кишечника, проводим такую бесплатную, как у нас, проводится реакция Греггерсона на наличие скрытой крови в стуле. Также, что касается курения, если, например, у человека, у женщины после обнаружения лечения рака груди, она все равно продолжает курить, то результат лечения и процент рецидива достаточно высок по сравнению с теми женщинами, которыми прекращают курить. А также, я думаю, что очень важно для людей, которые получают лечение, защищать кожу. Ну, например, в Санкт-Петербурге не очень солнечно сейчас, а, пожалуйста, необходимо думать о вторичном раке кожи в результате сильного солнечного излучения. Это очень важный момент. Еще есть какие-то вопросы? Пожалуйста. Нам нравится, что вы так интерактивно работаете. Добрый день, Маша. Я в Европейский медицинский центр Москва. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какую максимальную ученую степень может получить медсестра в ваших странах? Вот вы представите страну, потому что, например, в России максимум, что может получить медсестра, это степень бакалавра, которая нужна только старшим медсестрам. Практикующим медсестрам степень бакалавра получать нет. Спасибо. У нас очень много уровней медсестер в Соединенных Штатах. Медицинская сестра может принять участие в двухлетней программе. Трехлетняя программа – это приобретение степени бакалавра. Затем следующая программа – это приобретение степени магистра. А затем следующий уровень – это практикующая медицинская сестра-специалист. И также имеется уровень докторантуры. Сейчас очень много медсестер. Это ДНП. Это клиническая такая степень. Степень как доктора у медсестры. И многие школы медицинские сейчас фокусируют свои усилия, разрабатывают образовательные программы во сфере онкологии. В Соединенных Штатах 34 медицинских так называемых колледжа, и большинство из этих колледжей, они специализируются на подготовке медсестер в сфере онкологии. Некоторые медсестры, у них есть возможность обучаться за границей. Они могут поехать за границу, например, в Великобританию или какие-то другие страны. У нас очень много разных уровней медсестер, как было уже сказано, до пяти. Я бы хотела сказать, что я довольно опытный, и я смотрю на свою карьеру. У меня сначала, конечно, я получил кандидата, потом мастера, именно в онкологическом сестренстве, и потом я получил доктора наук. Это было не в медсестренстве, это было в социологии, на самом деле. На самом деле это относилось к раку простаты. Но сейчас, на самом деле, как я уже замечал, если вы хотите быть клиническим специалистом, у вас должна быть степень мастера, или вы не получите эту работу. Если вы хотите консультантом быть, у вас должна быть докторская степень. Это должна быть либо кандидатская степень в чем-то еще, либо доктор в медсестренстве. И многие либо уже работают над этой степенью, либо имеют ее. Я хочу отметить, что я не контролирую другие профессиональные группы. Я контролирую в данный момент молодых хирургов. И также слежу за МРТ при раке простаты. То есть сейчас все меняется. И они, молодые специалисты, просят нас помочь. На самом деле, очень большие возможности получить разные степени квалификации. И если вы в это влечены, если у вас есть степень доктора. В Бельгии довольно похоже. То есть вам нужна степень бакалавра, чтобы начать, чтобы работать в онкологии. Вы должны быть кандидатом. Затем, если вы хотите мастерскую степень, если вы хотите быть вовлечены в исследование, в Бельгии. Докторские, на самом деле, не так часто получают доктора наук. Но это больше, скорее, исследование, не клиническая практика. Но на самом деле у нас больше людей. Они могут выбирать, что они хотят в практику, или они хотят какую-то академическую степень. Еще вопросы? Еще одна вещь, которую я хочу сказать. Во-первых, от лица себя и моих коллег мы очень... Это огромная честь для нас присутствовать здесь, говорить с вами. Спасибо вам большое за эту возможность. Я хочу вам последний комментарий составить. Мне нравится ваше участие. Мне нравится ваша степень вовлеченности. Я хочу задать вам эти вопросы. У меня есть много вопросов. Одна из моих любимых фраз – это «помогите мне помочь». Почему пациенту нужно это лечение? Почему это конкретное лечение может вызвать такой побочный эффект? Будьте открытыми, мыслите критически, задавайте вопросы, участвуйте в обеспечении заботы о пациенте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...